МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Второй этап Республиканского фестиваля художественного творчества учащейся и студенческой молодежи арт-вокации прошел на базе Белорусско-Российского университета. Участие в нем приняли студенты трех вузов. Это сам Белорусско-Российский университет, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия и Институт МВД. Участники представили лучшие творческие номера в рамках конкурсов рецитации и провокации. Если же учитывать все этапы фестивалей, то участие в них принимают практически все вузы страны, а их в Беларуси 51. Я думаю, что этот фестиваль приближает наступление весны и показывает в первую очередь, конечно же, уровень творческих коллективов, показывает уровень индивидуальных исполнителей, показывает уровень самих учреждений высшего образования, показывает поддержку ректоров вузов, потому что это очень важно для студентов. Ну а мы, как организаторы, это Министерство образования Республики Беларусь, Национальный центр художественного творчества детей и молодежи, при поддержке областных исполнительных комитетов, областных управлений образования, ну, соответственно, и вузов проводим вот сейчас, сегодня, в частности, мы говорим о городе Могилеве, областные этапы, это такой второй этап республиканского фестиваля, который проходит на базе областей. На фестивале студенты совсем не творческих специальностей раскрывают себя с совершенно иной стороны. Участники представляют номера в различных направлениях. Это инструментальное, вокально-хоровое, фольклорно-этнографическое, хореографическое, театральное творчество, а также выступления коллективов и индивидуальных исполнителей современных направлений оригинального жанра. На сцену выходили талантливые и яркие коллективы, представляя собравшимся интересные, красочные и прекрасно исполненные номера. В рамках фестиваля участники встретили сильных соперников и, несомненно, достойных. Такие творческие состязания – это хороший способ испытать силы и представить свои способности на суть жюри. Кроме того, творчество – неотъемлемая часть современной жизни, которая не позволяет человеку погрязнуть в ежедневной рутине. Не зря ведь и девиз фестиваля звучит как «Молодежь и творчество – история будущего». Творческая студенческая молодежь, она интуитивна. И тот девиз, который сегодня звучит с каждой фестивальной площадки – «Молодежь и творчество – история будущего». Этот девиз придуман самими студентами в 2016 году. И на удивление этот девиз актуальный, потому что каждый студент сегодня может сказать о своем будущем, о своем настоящем. И, безусловно, каждый студент в рамках фестиваля арт-вокации может представить ту историю, то прошлое. И, в первую очередь, своей малой родины. Откуда он родом? Откуда его родители? Откуда его предки? Откуда его корни? Потому что каждый студент – это в будущем могучий ствол. А сегодня – это та яркая весенняя зелень, которая украшает и молодость, и фестиваль арт-вокации. Итоги фестиваля будут подводиться в конце мая. Победители этапов снова вернутся в Могилев. Он выбран местом финальных состязаний не просто так, ведь именно Могилеву в этом году присвоено звание «Молодежной столицы Республики Беларусь». Площадка пока не выбрана, однако точно известно одно – на сцену выйдут достойные коллективы, которые ярко и профессионально будут отстаивать свое право за звание лучших. Анастасия Томышева, Евгений Тюликов, Второй канал. На протяжении четырех дней в Университете продовольствия проходили мероприятия, приуроченные к празднованию 45-летия университета и кафедры технологии продукции общественного питания и мясопродуктов, а также в рамках продвижения статуса Могилев в «Молодежная столица Республики Беларусь-2018». Среди них – семинары, мастер-классы и молодежный международный конкурс профессионального мастерства по правилам WorldSkills по компетенции кулинарного искусства. А в четверг, 29 марта, был проведен международный стартап-фестиваль кулинарного искусства «Национальная кухня. Вчера, сегодня, завтра». Участие в конкурсе принимали студенты Могилевского, Гродненского, Белгородского, Санкт-Петербургского, Клайпецкого, Болгарского и Московского университетов. Они представляли свои бизнес-идеи по нескольким направлениям – объект общественного питания, кулинарный бренд, услуга и технология производства. Большая часть проектов касалась здорового питания. Также некоторые конкурсанты предлагают дать Беларуси распространение таким продуктам, как тако и блюда казачьей кухни. Основные критерии отбора проектов – инновационность, перспективность, проработанность, наличие команды, инвестиционная привлекательность и социальная значимость. Это очень важное мероприятие с целью стимулирования молодежной инициативы, развития самоуправления и в том числе организации их досуга. Мы очень надеемся, что лучшие идеи, лучшие проекты будут воплощены в жизнь. И у нас появятся новые оригинальные объекты, новые технологии и настоящий кулинарный бренд. Лучшие стартап-проекты будут представлены на молодежном форуме, который будет проходить с 26 по 28 сентября в рамках пятого форума регионов Беларуси и России с участием президентов двух стран. Анастасия Томашева, Евгений Тюликов, Второй канал. Ваша информация может послужить поводом для сюжета в нашей программе. Звоните нам по телефону 708-333 или пишите на инфособака.tv2.by Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова